Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал FamilyBuzz. Сегодня мы приехали в IQ. Значит, задача у нас будет простая. Мы так подумали-подумали и решили, чтобы наше видео как бы в IQ имело какую-то такую ценность очень практическую, особенно для людей в новоприехавших. Поэтому мы взяли и смоделировали ситуацию. Ситуация такая. Значит, мы представляем, что мы вот буквально приехали в Америку и у нас всего лишь двое детей. Ну, чтобы по более к распространенному... Ну, реалистично, как большинству людей. Пять детей это более исключение, как у нас. Ну да. Представим больше... Поэтому представим себе ситуацию, что у нас двое детей и мы заезжаем в апартменты или в квартиру. Вы понимаете, что здесь, если вы снимаете себе жилье, если это не через Airbnb, то квартира будет пустая. Будет там, ну, только из мебели на кухне. Будут все столы. Кухонные шкафы. Кухонные шкафы, да. Холодильник и, возможно, посудомойка. Возможно, нет. Смотрите, ребят, наш принцип такой. Мы подумали и мы решили сделать так. Самый бюджетный вариант, то есть самый дешевый вариант, за сколько можно купить мебель самую необходимую для жизни в двухкомнатной квартире. Для первого года жизни, чтобы начать жить, как бы, что самое необходимое, что купить. И это такой именно дешевый, экономный вариант, за сколько можно обставить квартиру. То есть, смотрите, двухкомнатная квартира в Америке. Что это такое? Это значит две спальни. Одна спальня для родителей, одна спальня для детей. Предполагаем, что дети маленькие в районе там 5-7 лет. Да, вы их положите в одну комнату. В одну комнату их сможете смело положить. Не говорим о подростках разного пола. Поэтому нам нужно будет обставить комнату родителей, комнату детей и, ну, как бы это, гостиную или зал. Вот такая задача. Кому интересно, что у нас получится, в общем, погнали с нами. Если первый раз на канале, не забудьте подписаться. С нами интересно. Вперед. Айкия. Кстати, единственный магазин вот здесь, в Сакраменто. Он находится только здесь. Это Вест Сакраменто. Остальные Айкия где-то там, не знаю, далеко. Кстати, врачи, они как-то говорят не Айкия, как-то говорят... Икея. Икея. Ну, Икея, да. Ну, я думаю, все-таки правильно Айкия. И почему-то сомнений у меня это не вызывает. Так, с чего начинаем, брата? Ну, я со спальни родителей, наверное. Давай. Начинаем с диванчиков. Вот диванчики пошли. Ну, давай, нужен диванчик. Смотрим бюджетный диванчик. Давай. 579 долларов. Не, дорогой, мы бюджетный выбираем. Бюджетный? Я предлагаю. А тут что? Красоватый. Какая-то лавочка, а не диванчик, родная. Ну, зато 149 долларов стоит. Спать на нем не сможете, но телевизор посмотреть можно. Не, не пойдет. Не пойдет, я думаю, нет. Чуть-чуть комфортней. Выбираем тот, что подешевле, да? Да, да, да. Вот такой сколько стоит? Дорого, наверное, да? 600 долларов такое стоит. Так, а вот такой. Почти тысяча. Ого. А этот сколько? О, это 250. Вот. Вот это, я думаю, бюджетный. Да? Маловат, чтобы всей семье сесть. Нужно еще два кресла тогда. Ну, да. Что говорить. Втроем тут только сядешь. Ну, давай, хорошо. Смотрим еще варианты. Значит, этот что? Либо вот, например, 249. Так, я записываю. 249 долларов. Посмотрим по итогу. Либо давай, либо 249, либо еще один вариант. Не, я думаю, 249, но все. Если мы что-то найдем еще интересное, ну, покажем. Давайте. Да, видите, тут их три варианта. 249. Ну, это чехлы разные. Это 279. Хотя выглядит так же, да? Наверное, чехол понаворочен. Наверное. Так, диванчик у нас серого цвета. Нам же надо стиль какой-то выбрать, правильно? Ну, там цвет ты можешь, какой хочешь, голубой или серый, или... Ну, мы предполагаем, что серый, да? Ну, мы предполагаем, что серый, да? Или ты думаешь, мы не выбираем? Ну, мы предполагаем. А стиль уже будут подбирать люди, потому что стиль это такое дело не предсказано. Ну, мы какой бы подобрали с тобой. Давай вот под себя, как бы ты подобрала. Вот еще 369. Этот подороже, я бы сказал. О, маленький. Да, да, двоих. Потом нужен какой-то журнамый столик, наверное? Ну, да. Вот, смотри, такой белый стоит 199. Этот 169. Это 299. Дорого? Вот 100 долларов. 99. Что скажешь? Если... Я бы такой не покупала, конечно. Да? Да. А вот есть за 39. Ну, вот. Это слишком маленький. Ну, вот самый простой. 49. Да, вот это вариант. 49 самый простой вариант. Белый или коричневый. Да, вот есть белый и коричневый. Давайте, значит... Либо вот 79, вот если бы я брала. Не, ну, давай мы берем все-таки, вот смотрите, считаем. Так, мы берем бюджетный вариант. Итак, 249 плюс, ну, берем 50. Плюс 50 долларов. Так, есть. Записали. Дальше идем. Ну, вот как диванчик мы взяли маленький, нужно еще пару кресел. Ну, давай, пару кресел, да. Пару кресел. Поэтому сейчас пойдем. Мне кажется, даже одно кресло уже было бы нормально. Надо что не забыла, у нас тут дети маленькие. А вот здесь кресла. Вот они. Так, смотрим цены. Такое, вижу, 300 долларов. Вот эти, видите, варианты. Так. Дорогой, ты все смотришь не на бюджетном. Это 159. Ну, почему не на бюджетном? Вот 199. 99 стильненький, модерновый такой. Не, ну, это деревянный какой-то, слушай. Ну, тогда уж вот такое взять. Ну, смотри, 39. Ну, это уличный, наверное. Я бы сказал, вот этот, смотри. Вот этот, 49 долларов. Ну, это удобно. 49 долларов. 49. 99. Отдельно, наверное, да. Ну, вот. 49, да? Можно два кресла, да. За бабаху. Значит, смотрите, считаем, добавляем в нашу математику вот такие два кресла. А цвета только такие есть или разные? Не, есть серые. Ага, разные цвета есть. Там пляшет, я так понимаю. А ну-ка, давай посмотрим, вот цену. Ну, это... 50 долларов, 79, 120. Это катается кресло, а то не катается. А, да, понял. А то не катается. Угу. Значит, ну, вот берем самый простой, дешевый вариант. Значит, два кресла, это они уже с накидками или без? Не, не. Вот накидка, смотри, если ты хочешь кожу, 149. А если такую тряпочную, самую дешевую? Как же понять, сколько она? Ну, 29, вот, наверное. А, вот. Смотрите, да, накидочка стоит 29 долларов. Значит, смотрите, два кресла. Считаем по 49,99, то есть по 50 долларов, добавляем 100 долларов. И плюс две накидки. 29 плюс 29. Так, вот так вот. У нас уже получилось 457 долларов. То есть мы, по сути, эту гостиную или ливинг-рум мы сделали уже, да? Диванчик, два кресла и столик. Все. Отлично. Да. Идем дальше. Спать будем на матрасах? Нет, давай подберем кровать. Давай. Кстати, вот вариант диванчика мне... Еще дешевле, чем там? Будет больше. Смотри, 199 долларов, но его можно разложить и спать на нем, если этот вариант для бюджетного... Классный, да? Да, точно. Вон тут 139, что ли? А вот тут еще дешевле. Ну так, он чуть-чуть жестковатый, но... Ну да. Если говорим о бюджетном варианте... То почему бы и нет? И он разлашивается в кровати. И выгодно, да. Вы даже можете гостей положить спать. Да. Давай мы заменим. Вот этот возьмем. Поэтому, наверное, вот этот диванчик мы лучше взяли. А вы как думаете, вот для вас какой диванчик был бы лучше? Тот первый или этот? Если мы говорим о бюджетном варианте. Идем дальше? Так, слушай, ну так что, мы какие-то полки будем брать или комоки? Ну, если мы говорим о бюджетном варианте, для первого старта вот самое минимум то, что без полочек вот таких можно обойтись. Есть шкафы встроенные в спальне. И поэтому, ну, в принципе, мы можем обойтись без этих полочек. Будем считать, это уже роскошь. Хорошо. Обходимся без полочек. Хотя проходим полочки. О, тут столы пошли. Детям стол будем брать или нет? Ну, если дети школьники, то хотя бы один стол для того, чтобы они могли заниматься. И их, в принципе, можно купить очень дешево. Вот такой вариант. Ну, это вот, он отдельно. Вот такой столик просто. Да, ну, мы говорим про бюджетный вариант. Если один ребенок. За 50 долларов можно купить стол. Вот такой. И примерно стол. Мы какой выбираем? Давай сразу выберем какой-то. Может быть, вот такой будет? Чуть больше? Да. А то этот совсем маленький. Вот этот чуть побольше. Ну, правда, это под цене. Ну, вот давай, вот этот. Немножко больше. Вот такой вариант. Да, давайте. Вот такой нормальный вариант. И стульчик вот такой, да. И стульчик. Такой нормальный. Взрослого человека, он выдерживает? Нормально, да. Здесь еще больше вариантов есть, видите, да? Ну, мы выбрали такой вариант. Да, ну, мы говорим про себя, если бы мы приехали. Да. И вот на старте у нас двое детей. И что бы минимально мы взяли для того, чтобы начать жить. В Америке, да. Да, начать жить в Америке. И потом, конечно, мы бы этим не вышли. Мы не закончили. Ну, конечно, да. Но на первое время вполне. Нам нужен кухонный стол. Сейчас еще дальше. А, да, кухонный стол. Или стульчик. И стульчик надо брать, да. Так, мы сегодня, как вы поняли, мы не будем обставлять кухню в плане посуды там или всяких электроприборов. А мы сегодня просто именно о мебели говорим. В каком-то следующем видео давайте, знаете, как сделаем, ребят? Давайте сделаем так. Вот если это видео у нас наберет 250 лайков, то мы обязательно снимем для вас следующее видео из этой серии. То есть делаем, например, посуду. Сколько бы стоит взять минимальную посуду, минимальный набор посуды вот для семьи из четырех человек. Папа, мама и двое детей. И так далее. Можно в этой сфере как бы делать разные направления. Просто дайте нам знать. Лайки нам нужны просто для того, чтобы мы видели вашу реакцию, ваши отношения. Нравится вам эта идея, не нравится. Вот кухонные столики. О, кухонные столики. У нас семья из четырех человек. Я знаю, вот этот самый дешевый. Вот этот. Он стоит 79 долларов. Смотрите. Вот вам столик. 79 долларов. По 30 долларов тоже. И по 29 стульчики. Вот такие. Значит, считаем. Значит, столик у нас. Добавляем к нашей сумме плюс 79 долларов. И стульчики, по чем ты говоришь, по 29. Эти вот 29 долларов, такой стульчик. На нем уже такая вот подушечка лежит. Мы подушечку не берем. Я думаю, что подушечку отдельно они продают. Да, да, да. Поэтому плюс 29, плюс 29, плюс 29, плюс 29. Четыре стульчика, я знаю. Можно сделать совсем бюджетно, если мы хотим еще больше сэкономить. Да. Да, кстати, вариант можно еще дешевле стульчики купить. Если совсем сэкономить, вот такой. 12,50. Он такой, так скажем, хлиппинький. Ну, для себя мы бы взяли те. Хлиппиньки я бы взяла до деревянного. Вот те деревянные мы взяли по 29 долларов. В общем, посчитали. Так, стол, стулья есть у нас. Гостиная у нас уже обставлена. Кухня будем считать обставлена. Нам нужно спальня, нам нужно кровать. Нужно спальня, кровати, да. По сути, еще кровати нам нужны и все, да? Да, кровать. А, и мы стол купили для детей. Кровать, матрас и постельный. Да. Давай, смотрим бюджетно. Кровать для родителей. Давай. Так, цены. 179. 179. Это 169. Это 169? Очень дешевая, я слушаю. Вот вариант, к примеру, кто, кого устраивает вот с этой боковушкой. Со спинкой такой? Будешь считать? 179. Смотрим, может дешевле есть еще варианты? Итак, 169, 179. Окей, мы запомнили. Это вот 229. Сколько было самое дешевое? 169. Это 169 до 75. Вот 140. Это 75, Люд. А, сейчас у них скидка, да? Да, наш скидка. Для начала, мы брали все такую кровать или нет? Ну, неплохой вариант. У нас у пацанов ставят две таких кровати. Ну, реально, если мы уже говорим про бюджетный, то это бюджетный. Ну, это бюджетный. 169 фрейм. Ну, вот. Нет, фрейм 75, я же повторил. Ну, да, 75 по скидке, да. Да, сейчас вот, например, ну, фрейм сейчас цена, видите? А, фрейм включает в себя основание и... И эти доски, которые... Да, доски, на которых лежит матрас. Дешевле не купишь, 75 долларов. Дешевле не купишь, 75 долларов. Добавляем. Так, плюс 75. Идемте дальше. Для родителей есть, нужно для детей. Так, а матрасы где будем выбирать? Матрасы, я думаю, что чуть дальше. Дальше, да? Окей, хорошо. Да, вот тут видите, дороже, это 450 долларов. Да, если говорить о матрасе бюджетном, то я бы взяла тот, что... Memory Form. Ага, Memory Form. Которое, оно будет, ну, дешевле. Вот они, вот тут, например. Это матрасы. Это темно. Нет, из прожженого не матрасы, кстати. Это матрас стоит вот 120, 199. 199. Большой. То есть вот 200 долларов. Для себя мы берем такой матрас или нет? Ну, давай посмотрим, сколько стоит то, что Memory Form. Давай, посмотрим. Тайкинские вот такие есть, я не знаю. Есть большие матрасы, там по 200-200 долларов. Ну, это 249, вот этот, например, видите? Вот, где? Самый бюджетный, сейчас, мы как раз и потом посмотрим. Самый бюджетный вариант кровати. Детские кровати? Детей. Это вот этот вот, светлый. Пойдем, посмотрим на нее. Вот, смотрите. Здесь, эти кровати, они, они получаются очень низкие, конечно. Вот две кровати. Но их можно одна на другую ставить. Ну, если мы говорим о дешевом варианте, он, правда, дешевый. Да, это... 149 долларов, две кровати. Вот такие же, в таком же стиле, как и у нас. Правильно? Хорошо. Записываем. 149. Это самый бюджетный. Плюс 149. Либо, если вам нравится еще один вариант бюджетного, я могу показать, бухиарусная кровать. Ага. Она тоже бюджетная. Она дешевле, кстати. Да, смотри. 119. Она 30. 119 это... Вот это кровать. Dark grey. А что, 300 долларов тоже? Считаем. Это два матраса. Да. А, если кровать, вот 119. Кровать сама стоит 119 долларов. Вот. Вот эта, для меня, даже дешевле будет. У нас была такая кровать у пацанов. Да. Мы на том доме жили. И матрасы на них по 150 долларов. Так, а дешевле нету? Нет, по-моему. 150 это вот такой киевский матрас. Мы покупали его. Он, который в рулоне скрученный. Он без пружин. Так, ну давай тогда сделаем так. Отнимем от той цены, которую мы там посчитали. Там, получается, тут 119. А там сколько? Сейчас я вам подскажу. Я уже забыл. Тут 149. То есть мы отнимаем 30 долларов. А это может быть тоже с матрасами или нет? Он дает сейчас... Нет, это без матраса. Я вижу. Вот, 180. Вот, матрасы 180. Подожди. А где ты видишь матрасы? А что это за 180? Ну вот, я пытаюсь. Дай я посчитаю. Вот здесь. Вот это матрасы. Матрасы. Матрасы по 90 долларов, получается. Это все равно, это в виду и дешевле выходит. Это тоньше, чуть-чуть матрас. Да, если говорить о совсем бюджетном. То это дешевле. Матрасы. Тогда матрасы просто добавляем сюда. Один матрас по 90 долларов. Сколько? 90 долларов в один матрас. Так, значит 180 долларов добавляем сюда еще. Два матраса. Плюс для детей матрасы мы купили. 180 долларов. Давай для родителей матрас выщем. Для родителей матрасы еще, да. Вот это, я думаю, что плохой вариант. 249 долларов? Да. Двойной матрас. Ну да. На кровать квинцесс. Неплохо так. Неплохо? Давай поставим камеру и вместе с тобой прыгнем на него. И посмотрим, как это выдержит, а? Не, не хочу. Не хочешь? Ладно. Вот такой матрасик. 249 долларов. Добавляем к нашим циферкам. 249 долларов. Плюс 249. Так, видите, что у нас тут получается. Теперь по сути нам нужно 4 подушки. Да. 3 одеяла. Да. И 3 комплекта постельного минимум. Смотри, вот минимальное то, что вот бюджетный вариант, комплект. Здесь входит только пододеяльник и наволочка. И оно стоит 15 долларов. Нам сколько таких надо? Таких 2. Еще простыни оденем. Значит, плюсуем. 30 долларов у нас получается, правильно? Угу. Плюс 30 долларов к нашим циферкам. Да, дальше. Где у нас простыни? Ниже будет, да? Идемте дальше. Подушки не здесь? Дальше будут, да? Да. Ну как? Комплект для взрослых. Берем тоже его, да? 24 доллара. Берем его или нет? Да, да, бери. Бежать. Значит, добавляем комплект для взрослых. 24 доллара. Нам теперь еще нужно 3. Ой, 25 доллара. Тут еще плюс 1 доллар. Нам нужно еще 3 простыни. Да, пойдем. 3 подушки. Угу. Ой, нет, 4 подушки. Да. И 3 одеяла. Мы не берем никакого комода, потому что у вас будет место, где положить вещи. Экономим, потому что экономим. Вы же слышите, как я задыхаюсь. Да. Моя жена по этому поводу переживает. Говорит, чтобы я так не дышал. О, а это что такое, жена? Это в детском комнате, чтобы нескончаемый листок бумаги, чтобы ребенок не рисовал на обоях. Ставишь ему такое устройство. Он рисует, и листик не закланчивается. Вот сюда еще рисует. Слушай, классная штука, 8 долларов стоит. Я тебе могу сказать, когда наши маленькие, старшие дети были маленькие. Никите этого листа хватило на год. А дочки наши, вернее, он у нас за день срисовал весь рулон. Ветерлон, да, точно. Угу. И тут, ну, детское, мы думаем, рассчитываем, что у вас не малыш. Если у вас совсем маленький ребенок, вот можно такую кровать купить. Ну, да. Она, кстати, хитрая, эта кровать, она раздвигается. Да, кстати. Она маленькая, а потом она раздвигается, можно добавить еще одну секцию матраса, и она делается большой. Да, вот такая хитрая кровать. Так, нам нужно две простыни еще. Вот там какое-то постельное вы увидели. Нам нужно три простыни. Это для малышей совсем. Чуть-чуть дальше. Окей, идем дальше. Какая корзина классная. Она не входит, конечно, в бюджетный вариант. И еще там не сдается, что она не продается. 499 на 500. Корзина? Не знаю, что то. Или то елочка. Уже елочка. То веточка, наверное, стоит 499. Корзина, я думаю, что дороже должна быть. Я не вижу цены. Ну, понял. Пойдем. Идем дальше, что? Тебе нравится такая? Да, но пока что мой дом маловато для такой большой корзины. Понятно. Духовая подушка. Или это маловато? Да, подушка эта. Пила, лоб. Вот такие подушки. По десяточке. Пойдет? Да, 10 долларов. Берем 4 такие. 4 подушки. Ну да, минимальное 4. Или мне берем 2? Тебе берем 2? Нет, не за что. Минимальное считаем, значит. Плюс 40 долларов. Может быть, тут 10 дешевле? Не знаю, конечно. Ну все, взяли по десятке. Пошли дальше. Одеяло. А, вот они. Вот примерно. 25 долларов. Одеяло с синтепончик. Ага. Не пуховик. Стоит 25 долларов. Если вы говорите о пуховике. Так берем что? Какое мы берем для себя? Синтепон или пуховик? Да, люблю пуховик. Ага. Не, но если говорить о бюджетном варианте. Вообще можно вот за 14 долларов. Так как мы в Калифорнии, нам не нужно сильный пуховик. Да, вот смотрите, самый дешевый вариант. Ну, прямо сейчас самый дешевый, если мы говорим о дешевом варианте. Синтепон, 15 долларов. Что, берем таких 3? Или сколько мы их берем? Нет, 2. Это же одинарные. А надо нам еще... Плюс, значит, 30 долларов добавляем. И большую нам надо двухспальню. Где его берем? Вот это возможно. Сейчас я смотрю. Ну вот, например. Ну берем, да. 25 долларов. 24,99. Вот такое одеяло большое. 25 долларов добавляем к нашей цифре. И что нам осталось? Нам осталось взять еще простыни. Вот тут просто нет. Давай, посмотреть. Это на двухспальню. На двухспальню. Да. На двухспальню. Квин. Ну, например. Да. Давай белую. Ну, давай. Белые что-то дороже. А, ну вот, белая. 17, да? 18 долларов. Вот 17 долларов, да. Это на детский или на нашу? Не, это будет... Ну, кровать на фу, на большой. Ну, такая же цена, наверное, найти. Так что, мне записывать это на нашу или на детей? Да, был фу. Это не детская. Вот обычная на детскую кровать 12 долларов. Ага, на детскую кровать 13 долларов. Вот, берем, значит, две штучки, правильно? Да. Хватит нам двух штук? Для начала, да. Плюс 26. Вообще для жизни, как бы, ну, хотя бы по два комплекта накрывать, но мы же говорим о бюджетном варианте. Да, о бюджетном варианте. И кровать. И теперь нам еще осталось. Теперь нужно, да, для... Наш. Квин. Вот. На квин. Сколько стоит? Двадцать долларов. Двадцать долларов. Плюс еще двадцать долларов. Вот, в принципе, мы как бы сделали все. Самое вот. Можно, можно начинать жить. Ну, еще мы про кухню и про полотенца. Мы можем рассказать в другом. Ребятка, давайте сейчас сделаем так. Я вам там в промежутке немножко озвучивал цифры. И если вдруг вы не записывали эти цифры, то сейчас просто поставьте на паузу и напишите в комментариях вашей версии. Сколько стоит обставить вот квартирку двухкомнатную в Америке? Самый бюджетный вариант. Сколько денег нужно для этого? Ваши версии в комментариях. Ну, а мы буквально через несколько секунд объявим вам общую цифру. Что тут моя жена смотрит-то? Конечно, одеяло есть намного дороже, намного качественней и так далее. Итак, ребятки, я вам показываю результат наших подсчетов. 1630 долларов. Это та сумма, которая необходима, чтобы вам купить все необходимое в квартирку в Америке. Для того, чтобы начать жить бюджетно, скромно в Соединенных Штатах Америки. Поэтому вот, если вы планируете вдруг переезд в США, рассчитывайте вот минимум на эту сумму. Ну и понятное дело, что вверх предела нет. Да, на самом деле вверх предела нет, можете и больше. А вниз тоже предела нет. Могу сказать, что все это можно найти дешевле, намного. И об этом мы расскажем в следующем видео, ребятки. В следующем видео расскажем вам, ну, может, не в следующем, но в каком-то из ближайших видео расскажем, как все это еще дешевле, чем в Айкии найти все эти вещи. Все, ребят, спасибо за то, что были с нами. Ребят, если вам понравилось наше видео, вы знаете, что делать. Поддерживайте нас лайками. Ну, а если вдруг впервые у вас на канале, не забудьте подписаться. Ну и все, поехали. Увидимся завтра. Пока. Смотри, мы с тобой потратили чужих деньги. Мы побродили, побродили по магазину. Смотрите, что нашли. Можно подушку купить за 2,50, так скажем. Она не пуховая, синтепоновая, конечно. Но можно сэкономить. 30 долларов. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...